Здравия соратники! И сегодня мы продолжаем нашу серию видео про фракталы. Совпадения фрактальные или совпадений не бывает. Как вы думаете, вот что мы сейчас наблюдаем? Что на картинке? И какая связь между этой картинкой и вот этой? Что у них общего? Ну, помимо того, что оба в Азии, хотя за тысячи километров друг от друга. Что может быть общего у этой картинки и у этой? Что общего между этими знаниями, зданиями? Как вы думаете? Вот это уже не в Питере, но аналогично. Специально показываю парами. Далее будет загадка поинтереснее. Есть мнение? Что вы думаете? А что общего между Василием Блаженного и вот этим зданием в Мьянме? И вот тем храмом в Янме и вот этим зданием. А между тем, общее у них есть. И сейчас мы рассмотрим, что у них общего. В предыдущем видео мы поговорили о фрактальности вот этих вот храмов. Роуз-Виндлз. А сейчас мы поговорим о других видах фрактальности. И да, ответ верный. Некоторые из вас уверен, дали. Все это объединяет один принцип. Принцип фрактальности. Потому что у этих звезд, у всех крепостей звезд, есть общее. У всех храмов, у всех старых так называемых храмов, генераторов и так далее, есть один принцип в их конструкции, в их архитектуре. Это фрактальность. Они все изнутри при постройке запроектированы на следование и повторение принципам фрактала. Давайте подумаем, для чего это. В прошлом видео про кристалл Земли мы рассмотрели кристалличность Земли. Фрактальность и кристалличность Земли. Мы рассмотрели варианты того, каким может быть кристалл Земли. Пришли к высшим формам этого кристалла. Это додекаэдер и икосаэдер. И различные другие варианты. В основном это все состоит из треугольников. И вся земная поверхность таким образом может быть скомпонована из треугольников разного масштаба, разной длины. Вся поверхность, соответственно, может быть представлена в виде кристалла, сетки и треугольников. Где в узлах находятся места силы. И при вращении мы видим вот такую картину. Соответственно, при проекции этих картин мы видим Роуз Виндус. И, соответственно, вся Земля, все центры цивилизации, все самые большие города и столицы находились в узлах этой решетки. Как правило, даже на прямой линии. Как правило, иногда даже через равные промежутки. И все города находились на крепостях-звездах. Они все имели крепости-звезды многоуровневые. И внутри себя, и наружу. Замечательным примером того, как это все было, является Мальта. Мальта буквально в той части, в которой не разрушена термоядерным взрывом, в той части, что сохранилась, мы видим огромную фрактальную крепость-звезду. Весь остров – это фрактал, крепость-звезда. И сейчас я вам это покажу наглядно. Буквально пара бастионов, так и называется, бастион. Фортов нет. Но в центре каждого бастиона, каждой крепости-звезды стоит, естественно, собор, так называемый. Но никто не говорит, что крепость-звезда огромная. И их много. Они многоуровневые. Одна над другой повторяют форму кристалла. Мы видим кристально-фрактальную структуру и здесь. Здесь это очень явно и наглядно видно. Любой может проверить. Проверьте сами, покопайтесь. Интересно, рекомендую. И самое интересное, что большинство стен никак не помечено. Ни фортами. То есть, стоят современные здания прямо на старых звездах. Они используются не по назначению, в соответствии с современными нуждами и необходимостями. Никто не говорит, что это какое-то здание, крепость. Люди просто живут в этом. Они просто живут. И никто не изучает это. Даже более того, запрещают изучать, анализировать структуру, анализировать колоссальный объем работ, который необходим для того, чтобы это построить. Если верить официальным историкам, в средние века на Мальте жило несколько тысяч человек. Больше там Мальта не прокормят. А возить все с материка нереально. Однако, они умудрились построить вот это на весь остров. Ну и, как полагается, телепорты везде. Храмы, генераторы и так далее. Буквально весь остров – это многоуровневая фрактальная звезда. Это не совпадение, я думаю. Совпадений не бывает. Я хоть и параноик, но я не верю в совпадения. И таких звезд множество. Множество. Существуют совершенно разные легенды по их поводу. Но сейчас мы четко видим фрактальную структуру. Этого огромного мега-кристалла. Который был на всей Земле. Вся Земля была городом-садом. Очень мало осталось от современной застройки. Очень мало осталось после бомбардировки. Но даже то, что осталось, поражает размерами, объемами работ. Откуда взялся на маленькой Мальте такой объем людей, такой объем камней и так далее. Но что самое интересное. В центре любого фрактала, любого крепости звезды стоит. Как правило, тоже фрактальный собор. Потому что принцип фрактала – это повторяемость и масштабируемость. От большого к малому и наоборот. Можно увеличивать и идти, независимо от масштаба, идти вглубь. И мы увидим такие же фрактальные структуры, как и наверху. Условно вверх-вниз. Мы можем идти вглубь, мы можем идти наружу. Увеличивать масштаб, уменьшать. Мы увидим одно и то же. И это все заложено, как мы поняли и увидели, в первой части в архитектуре соборов, церквей и особенно в Роуз-Виндус. Сомневаюсь, что крестоносцы между походами на Сарацин занимались высшей математикой, высшей алгебры. Но, тем не менее, факт есть факт. Мы видим везде фрактальные структуры. Как мы рассмотрели в первой части. Кто не смотрел, посмотрите, как и весь канал, если вы не понимаете, о чем канал. Соответственно, мы установили фрактальность и кристальность в масштабах Вселенной, в масштабах планеты. И в масштабах одного отдельно взятого острова. И в центре везде стоит тоже фрактальное сооружение, которое напичкано различными фрактальными элементами. Не могу сказать декора. Это технические устройства. Почему? Сейчас попробуем объяснить. Посмотрим на Капител. Капитель. Капитель построен с учетом числа фи. Число фи присутствует везде в архитектуре. Оно вот так выглядит. 1,618 примерно. Это золотое сечение, ряд Фибоначчи и так далее. Но оно называется число фи. В чем его принцип? В том, что соотношение вот этих вот сторон А к Б относится как Б к другому числу. Сейчас мы посмотрим. А к Б относится как число фи. Это фракшн, фрактал. То есть фрактальность заложена именно в этом. Поэтому его стали называть золотое соотношение, либо высшая пропорция. Некоторые называют это ряд Фибоначчи. Он начинается вот так. Многие, конечно, знают, но давайте пройдемся для тех, кто не знает, по азам. И таким образом, сколько бы мы ни увеличивали, пропорция должна быть одинаковая. Вот эти цифры должны совпадать в такой пропорции между собой. Соответственно, это мы можем видеть везде. Практически вот эту вот золотую спираль мы можем видеть везде в архитектуре и в музыке и так далее. И они буквально везде. Они присутствуют в природе, они присутствуют в архитектуре. Я сомневаюсь, что древние, необразованные люди в перерывах между эпидемиями Оспы, уплатой пошлин в Ватикану и так далее, занимались, опять же, высшей математикой и начертанием фракталов. А давайте посмотрим, если мы будем дальше развивать и чертить вот это золотое соотношение, к чему мы придем, что у нас получится, если мы будем и дальше также чертить такие же структуры. Ускоримся. Вы можете представить, что вот так же вручную по всему миру люди чертили такое? Я что-то сомневаюсь. Инки, ацтеки, американцы, греки, австралийцы, японцы и так далее. Уж тем более британцы в 19 веке. Но они все построили по этому золотому свечению. И что мы здесь видим? Мы здесь видим фрактал. Частный случай фрактала. С огромным трудом нарисованный, но тем не менее мы видим древовидную структуру. Частный случай фрактала. Мы видим это в природе. Вот так это выглядит в более совершенном компьютерном исполнении. Скажем так, фрактальность, повторимость, масштабируемость. Мы берем каждую отдельную часть и мы видим такую же структуру в ней. Независимо от уровня. То есть мы видим такие структуры на уровне земли, мы видим на уровне города, городов, на уровне кварталов, центр и на уровне зданий. То есть сами здания построены с этим числом фи. А что такое число фи? Это саженная система мер. Те самые сажения, которые никто не знает почему, мы более не используем. Вы можете представить, чтобы некие условные древние греки вот так вручную чертили, чтобы получить эту же фрактальную систему? Этот фрактальный рисунок. Это золотое сечение. Только громко прошу не смеяться. Продолжение следует... Золотое сечение было везде, абсолютно во всей архитектуре. Архитектуры храмов, так называемых, независимо от того, где они находятся. Мы видим фрактальность везде. Все, что объединяет всю древнюю архитектуру. До потопной цивилизации, до вторжения. У нас был замечательный мир, где вся архитектура следовала принципам золотого сечения и принципам музыки. Потому что число фи используется, прежде всего, в музыке. Это октавы, это соотношения, это тона, полутона и так далее. Это музыкальные термины. Архитектура – это застывшая музыка. Это не зря. Это истина. Это именно так и есть. Как говорит вот эта девушка, очень многие, точнее все классические композиторы используют число фи и эту золотую пропорцию. И это не совпадение. И это происходит в каждом классическом соединении. Мы видим эти пропорции, эти соотношения. Все были великими математиками. Не могу подумать, что так называемые классические композиторы, если они существовали, сомневаюсь, что они и так и назывались, потому что нам всю историю придумали в 19 веке, были великими математиками. Но мы видим во всех музыкальных соотношениях классических, великих, и даже более современных, вот это число фи. Вот так оно звучит на самом деле. Момент фи. Где мы еще видим этот момент фи? Вот здесь, в капителе. Что такое капитель? Ссылку дам в описании на интересную статью техденсера. Очень напоминает динамик. Есть несколько фильмов. Что это еще напоминает? Это напоминает Деркала Козырева. Один в один. Но в зеркалах Козырева меняются пространственно-временные характеристики. Вот этой спиралью, этими соотношениями лечат людей. И зафиксировано много позитивных, положительных воздействий. Потому что формой всегда направляется энергия. Это доказано чембастером Вильгельма Райха, аргон-генераторами, различными построенными людьми в разных местах мира. Ими творилась магия и лечились люди, разгонялись облака. Это доказано Вейником, Шиповым, Акиновым, Гребенниковым, полостные структуры. Многими людьми, которые делали структураторы и прочее. Особенно хорошо Вейников, Ахатрин это рассмотрел. Но что это еще напоминает? Это напоминает так называемую структуру Лихтенберга. Потому что энергия всегда идет по тем же принципам фрактала. По тем же древовидным направлениям. Структуры Лихтенберга. Чем о них знаменит? Любая молния идет по этим структурам. По такой же древовидной структуре, фрактальной. Молния, оказывается, тоже подчиняется закону фрактала. Не знал, но это так и есть. Вот как идут молнии, как правило. Вот так выглядит русло рек. Фрактально. Вот это три разной степени увеличения в 10 раз. И мы видим повторяемость структур и фигур на каждом из уровней. О чем это говорит? О том, что природа, энергия следует тоже фрактальным так называемым путям. И таким образом, архитектурой, формой, мы можем направлять энергии, текущие в этом мире. Называть можно по-разному. Аргон, хронон, как у Вейника. Микролептон, как у Ахатрина. Не важно. Суть, что есть некая энергия. И энергия, электричество, худший вид энергии, на мой взгляд. Но даже электричество следует этим законам и идет по тем же фрактальным путям. Прокладывает себе путь по фрактальным. Соответственно, если мы видим фракталы, если мы знаем, что энергия идет по этим фрактальным пропорциям, музыкальным пропорциям, соответственно, можно вибрациями и формой направлять энергии, соответственно, производить. Но об этом следующее видео. А пока мы изучаем частный случай проявления этих фракталов фигуры Лихтенберга. Об этом много известно. Ссылочку дам в описании. И это тоже является частным случаем и косвенным подтверждением, а в некоторых случаях и прямым, всех опытов замалчиваемых ученых, таких как Гребенников, таких как Вейник, Райх. Козырев, который очень много чего открыл и рассказал, и многих других. Включая технологии звукогенерации, генерации электричества и полезной работы из нетрадиционных источников. Потому что и Райх сделал моторчик, который работал на энергии Аргона, и Джон Келли сделал моторчик, который работал на звуки. Потому что они знали, как идет энергия. А энергия идет по фракталам. И они формой управляли энергией. Вот мы видим различные фрактальные структуры, которые создает сама природа. Либо создавали мы при терраформировании. Потому что вода тоже проводник энергии. И она тоже сама является энергией. Одной из высших форм энергии. И она сама является кристаллом. Соответственно, когда она течет, она тоже выбирает фрактальную форму. Не только электричество, но и вода. Идет по фракталам. И соответственно, если мы хотим гармонично жить, мы должны и наши дома строить с соблюдением этих принципов музыкальных, математических, каких угодно. Принципов гармонии с миром, со Вселенной, с природой. А сейчас враг заставляет нас идти против природы, буквально насилуя. Насилуя и заставляя идти против всего. Отсекая нас от природы, от гармонии. Потому что мы, как в клетке Фарадея, в этих железобетонных коробках, отсечены от всего. В то же время энергия там не может течь, как она идет свободно во всех реках, как мы видим везде. Вот наиболее яркий случай. Русло Нила. Посмотрите, фракталы в чистом виде. Ну, мы так и не добрались до рассмотрения фрактальности храма внутри, внутри любого храма. Ну, это мы оставим на сладкое. Вишенка на торте в третьей части видео о фрактальных совпадениях. Добра, соратники! Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу и верите ли вы в совпадения. Всего хорошего! Добра! Это мы рассмотрим в третьей части. Субтитры сделал DimaTorzok